Последний в утреннем заседании это Валерий Витальевич Каблуков, библиотека в художественном мире Домбровского. Валерий Витальевич? Да, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Рад участвовать. Слышно меня? Да, да, слышно. Я первый раз, понятно, что участвую, и меня заинтересовала собственная тема, хотя, выслушав внимательно все предыдущие доклады, она уйдет в несколько иной класс литературы, связанный с советским другом российского нашего существования. И попытался я сделать так, чтобы уложиться во время, может быть, даже ответить на вопросы, которые, если они появятся. Концент библиотека в творчестве Юрия Домбровского. Во второй половине XX века библиотека становится одной из основных ячеек сгусток культуры в ментальном мире человека и постмодернизма, представленных в его знаковых произведениях, рассказе Борхеса, Вавилонской библиотеке и романе Эмберта Эка и Мироза. Меня заинтересовал тот факт, что творчество писателя совсем иного типа, творчество писателя другой культуры, рационалиста и реалиста Домбровского. Библиотека становится устойчивым образом, топосом, локосом, здесь непринципиальные теоретические определения. И рассуждение на эту тему я вношу сейчас на обсуждение. В толковом словаре русского языкового библиотека определяется как первое учреждение, собирающее и храняющее произведения печати и письменности для общественного пользования, а также осуществляющее справочную библиографическую работу. Второе – собрание книг, произведения печати, а также помещения, где они хранятся. Название серии книг объединенных тематически или по значению пожарным. В этом определении для нас важна в первую очередь пространственная составляющая концепта. Библиотека – это учреждение и помещение. И во-вторых, функционально библиотеки собирают, хранят, их систематизируют книги. Но многие исследователи и библиотековеды сейчас замечают, что в эпоху интернета, интернет-эпоху, книга выходит за стены библиотеки, как физического пространства, а сама библиотека становится элементом сразу нескольких информационно-коммуникативных систем. Предметная вечная составляющая концепта библиотеки в современной культуре уходит на периферии концепта, перестает быть актуальным. Примечательно, что в толком сфоре русского языка начала 21 века обе словарные статьи библиотека даются с планеты «информ», то есть существование библиотеки мыслится только в интернете. В литературном процессе это общее культурно-историческое, технологическое движение к решению библиотеки физического пространства преломляется по законам художественного творчества, наполняется духовным, эстетическим деятельным содержанием. Не вдаваясь сейчас в подробный анализ, обозначено, что диапазон эстетических оценок существования библиотеки русской литературы 20 века достаточно широк. Важно отметить, что в художественных текстах продолжает существовать оппозиция библиотеки всего остального мира. В большинстве произведений о библиотекарях и библиотеках, последнее, как помещение, существуют, но в текстах Домбровского библиотеки не всегда привязаны к пространству. При этом ослабление пространственной составляющей помещения в концепте библиотеки у Домбровского приводит к тому, что ключевое слово «репрезентант концепта» перестает номинировать сам концепт. У Домбровского библиотека в самом еще виде это неопределенное количество книг. Например, в романе, идем поэтапно, образ Каландрасвили в романе «Факультет ненужных вещей», к примеру, характеризует идею библиотеки одной книги. Он носит с собой по всем лагерям и ссылкам к тому, к тому, к тому, к тому. Для Зыбина были как бы сама вечность. Цитата уже из романа. «Ни в чем другом 17 веке так независимо, как равный к равному не обращался к 18, 19, 20, 21, 22 векам, как тут. И была у них еще какая-то высшая конкретность истины, то вечное, что никогда не приклеет». Историк Зыбин воспринимает книгу римского историка изданных в 17 веке как вещь, артефакт Зыбин, неинтересное ее содержание, история Римской империи. Ему важна материя, четкая планировка страниц, поля, шрифт. Но говоря о вечности, главный герой-хранитель от древности и факультета ненужных вещей понимает ее как неразрывное, линейное, развивающееся движение времени, в котором книга решается основной своей функцией, наносителя знаний. Батриарх «Система вещей» говорит об этой особенности старинной вещи. Значит так, она лишена какого-либо выхода в практику и явлена нам исключительно за тем, чтобы нечто означать. Она не структурно отрицает структурность в принципе, знаменует собой совершенное отречение от первичных функций. Однако же она не является нефункциональной или просто декоративной. И в рамках системы у нее есть вполне специфичная функция. Ею обозначается время. Еще один тип библиотеки, выявленных в текстах Домбровского, это личная библиотека, генетически связан он с литературной традицией, по которой произведены их русские классики, чтение библиотека, книжный шкаф, как важный элемент интерьера дворянского дождя. Дом обычно аксиологизировано, но в некоторых случаях эта ценность поставлена под вопрос разных точек зрения. Книги, окружающие литературного героя, его личная библиотека – это знаковая система, в которой классической литературе прочитывается характер персонажа. В произведении XX века такое понимание библиотеки осознается Домбровским как ложное, эдопическое. Это связано прежде всего с личной судьбой писателя. В 1949 году Домбровский получил очередной срок и по показаниям писательницы Ирины Стрелковой. О своем знакомстве с ней Домбровский рассказывал позже так. Она была умна, остроумна, с ней было интересно разговаривать. И эта встреча, как мне не смешно звучит, звучат эти слова нынче, была светлым лучом в моем темном и тесном царстве. У нее были прекрасные книги, и самое главное, у нее был Хилен Гуэй. На смену чтения книги как способа познания высших истин, способа проникновения в себя через другого, происходит идея выводения книгой. И знаковая система в личной библиотеке перестает существовать, рушатся книги окружающие человека, ничего уже о нем не говорят, кроме о его, как о его, может быть, финансовом, благополучии. Напряженное переосмысление концепта библиотеки, лишенное пространственных и дефункциональных составляющих, подается авторам в реалистическом ключе, объясняется в первую очередь социально-стоическими причинами. Если в классической литературе домашняя библиотека это система конвенциональных знаков от человека, то в литературе 20-го века книга под влиянием энергетики и релятивизма превращается из знаков в симулятор, и, собственно, и библиотека становится симуляцией антропомощности. Библиотека выходит из помещения, теряет постоянное проживание. Более того, книга, как технологически оформленный предмет, перестает играть в библиотеке главную и единственную роль. Книгу подвигает текст, не привязанный ни к переплету, ни к планировке страниц, ни к серебряным шрифтам. Тексты не замкнуты, библиотека появляется там, где есть определенное количество текстов. Даже это вместо сознания человека, его памяти. На смену дворянской библиотеке книжных шкафов в культурном сознании русской литературы 20-го века приходит круг чтения, иногда пространственно оформленный в библиотеку книжной полки. Это объясняется социально-историческими причинами, как я говорил, совершив бытовой неустроенности человека в новом социальном обществе. От точки зрения развития культуры говорит о воздействии новой модели пространства, которая по топору всегда заполнена и всегда вечно. Не вещей, но не существует. Новая модель пространства – это пространство симуляторов, где любая истинная вещь кажется подделкой. По Бодрияру она действительно подделка, поскольку выдаёт себя заподлинную в рамках системы, основанную от них не на подлинности, а на абстрактно исчисленном знаком отношений. Городской топоним «Государственная публичная библиотека» Винни-Пушкина появляется в тексте Домбровского множества. Несколько раз. И здесь и в статье 1937 года, и в «Хранители древности» в 1964 году, и в очерке «Дель дома на улице Гоголя» в 1973, еще в ряде произведений. И необходимо отметить, что в нехудожественных текстах, то есть это очерки, это эссе, текст Родомбровский, вспоминая, как он, работая в библиотеке, обнаружил там большое количество книг, имеющих историческую и культурную ценность. Собственно, об этих изданиях и условиях их хранения была написана статья в 1937 году. В романе «Хранитель древности» борьба за сохранение фонда Алматинской библиотеки не становится элементом Павла. Коллизия возникает вокруг статьи о библиотеке, и одна из сюжетных линий романа, столкнувая Зыбина с директором библиотеки, это всего лишь часть, одна из частей произведения. Главный герой романа говорит о наличии старинных вещей, и система требует уже, чтобы он рассказывал о количестве читателей. Пространственная составляющая концепта библиотека помещения уходят на периферию художественной модели мира, не реализуются как сфера существования персонажей книги. Происходит перекодировка познавательного концепса художественной авторской. Книги, произведения Бобровска, не привязаны к месту, пространству, помещению, она свободно перемещается. Например, в хранителе древности не заинвентаризованное первое издание книги автора «Галилея и Галилея» оказывается чудесным представлением Зыбина образа из хранилища библиотеки в музее. Произведения Бобровского персонажа, не имеющие даже личных библиотек, по мере необходимости собирают вокруг себя книги, количество которых стремится к бесконечности. А качество они часто являют собой библиографическую редкость. Рассказывая замысли, написание и публикация романа Державина, Бобровский вспоминает «Четыре книги инфолио лежали у меня на столе». Это были тома роскошного девичитомного издания «Грот из сочинения Державина». Для художника Ивкина в мемерном очерке перед началом его работы над бюстом Шекспира было собрано столько материалов, что не хватило ни стола, ни кровати, пришлось переползти на пол. А среди материалов это «Игра Юры XVII века» из библиотеки театральной школы и Алматинской публичной библиотеки. Но художник Иткинт, выбирая среди множества источников, всего два. Его выбор вызывает у автора недоумение. О своей работе над текстами о Шекспире сам Добровский говорит так. «Я прочитал, наверное, почти все главное, что написано о Шекспире на других языках». Космогоническая модель «Рождение гармонии из хаоса» реализуется в творчестве Добровского в идее создания текста из хаоса, который представлен бесконечным множеством объективов, не связанных между собой текстов, существующих рядом с творцом. Художник не ставит перед собой задачу объединить их в интертекст. Более того, для человека в эгоцентрическом сознании такая задача видится невыполненой. В метапоэтическом тексте о мифе, анти-мифе и биографической гипотезе о Шекспире Добровский так формулирует основной прием своего творчества. Документ – это то, с чего следует, начинает рассказ, но в самое повествование он может не входить. И уже цитируя Пинянова, подлинное творчество лежит уже за ним. В художественном мире Добровского понимание беспредельности количества книг приводит к переосмыслению системности как функционально составляющих общего концерта библиотеки. В очерке «Я бы мог» Добровский вспоминает, как он работал в 30-х годах в Романтийской библиотеке и инвесификаторами. Книг было много, так много, как потом оказалось более полумиллиона. Все они лежали в подвале, в шершавых лобках, сбитых ящиках. И когда эти ящики расколачивали, а книги вытаскивали и складывались в общей куче, уже невозможно было определить, что тут и откуда. Хаос обозначается как куча, элементы которой невозможно систематизировать, обозначить с помощью сочетаний блок и цифр. В каком разделе относится данная книга? Поэтому первое издание Галилеев в нитиве древности не заинвентаризировано. Мифологическая модель рождения логоса из хаоса в культурной ситуации второй половины XX века пересмысляется автором от выбора из неупорядоченного множества источников относительно достоверного факта в создании на его основе художественной гипотезы в основании догадки такова по Домбросскому динамика творчества. Она напоминает работу со структурой данных, программированной, терминологически обозначенной словом куча похожим словом, который нашел Домбросский по определению библиотеки, и которая организована как дерево с выделенным корневым узлом. Домбросский организует, структурирует хаос, перебирает его элементы, создает свой собственный мир. Рассуждая о знаковом культуре постмодерниста романе Умберто Эко и Миро, Лотман предлагает две трактовки образа библиотеки, лабиринты. По первой из лабиринта можно найти выход, по второй выхода из лабиринта нет. Постмодернистской культуре библиотека помещение, организованное по принципу лабиринта резому корневища в противопоставленном делезом уготаре дереве. У резома нельзя выделить ни начало, ни конца, ни центра, ни центрирующего принципа. Творчество Домбросского, продолжающего традиции критического реализма, пронизает основание новой духовной ситуации, в которой рядом сосуществует и развивается литература и особенно постмодерна. Общенность культурной ситуации приведет к тому, что творческие художники, помыслители разных направлений для текстуального оформления мира используются общие концепты, наполнение которых определено как эпохой, так и индивидуальным знанием о мире и собственным методом его оформления. Спасибо большое за внимание. Я оставил время на вопросы, с удовольствием, если они появились, на них отвечают. Большое спасибо Валерий Натальевич и за доклад, и за соблюдение регламента. И у нас действительно есть время обсудить. Пожалуйста, коллеги, у меня есть вопросы. Есть ли вопросы, Валерий Викторович? Да, Татьяна Александровна Бабарыкина. Могу найти, как сделать, чтобы появилась рука. Спасибо, что вы мне присунули. Приятно, что вы мне присунули. Да, мне, конечно, больше всего знакома вот такая трилогия «Смуглая леди сонетов». Мне кажется, это очень интересное произведение, действительно имеющее такое прямое отношение к теме книгов книги, потому что там присутствует, конечно, Шекспир, и как-то по-своему раскрываются какие-то тайны о Шекспире, потому что мы очень мало знаем о Шекспире, вообще мы даже не знаем, кто такой Шекспир и был ли мальчик, как говорится. Но Домбровский замечательно работает с этим материалом, и вот все персонажи, которые окружали того, кого мы знаем под именем Шекспира, Бербиджа, «Смуглая леди сонетов», они как бы там оживают, порой воплощая то, что написано Шекспиром, или что мы можем как бы знать о том, кого мы называем Шекспиром. Мне кажется, что это совершенно замечательная работа. Вот у того же Питера Акроида, который очень любит писать о разных писателях, вот я на него ссылала здесь, у него и Эдгар Пой, и Оскар Уайлд, и все, он как бы за Оскар Уайлда пишет книгу под именем Оскар Уайлда, он вообще все время работает с писателями, но я бы сказала, что у Домбровского это и остроумие, и тоньше, и интереснее сделано, с большим талантом, и там действительно как бы вот есть возможность говорить о книге в книге, потому что он основывает свое восприятие Шекспира на произведениях Шекспира в большей степени, чем на не очень точных каких-то там биографических данных. Мне кажется, что вот об этом тоже более подробно можно говорить. Спасибо, было очень интересно. Татьяна Александровна, спасибо за вопрос, за замечание, за высказывание, за реплику. Буквально в субботу завершилось большие шекспировские чтения, которые проводились в Московском гуманитарном университете, ну в том числе в Московском гуманитарном университете. Там мне тоже удалось выступать с докладом как раз на эту тему, где здесь Домбровский Шекспир, она одна из самых, наверное, изученных наравне с дилогией Домбровского, так скажем, грани творчества писателя XX века. И здесь не только, наверное, произведения, которые вы назвали и произнесли, связанные с фигурой собственно английского драматурга, классика английской литературы. Здесь огромное количество цитатов, аллюзий, реминесценций, которые существуют и текстов Домбровского, не связанных с эпохой с фигурой самого Шекспира, а связанных именно с текстами. Но, может быть, я слишком узко понял задачу, которую представил передо мной Николай Николаевич, как она прозвучала в аннотации к сегодняшней конференции, без связи, без интертекстуальности, без аллюзийности. И я ушел именно в разговор о материальном существовании книги внутри текста Домбровского. Тоже самая очень интересная тема для Ветерпорта, которая интересна просмотреть, как она в русской литературе 20 века, специфичная, конечно, с ее развитием, развивается, существует. И здесь есть сам бунт Домбровского против собственного текста, против своего романа, в самом последнем рассказе, который проявляется с ножкой-ножкой огуречек. И когда роман существует сам по себе, персонаж существует сам, автор существует сам по себе, и он происходит какие-то даже полуконфликтные взаимоотношения разными. Вот эта идея или тема конфликт взаимоотношения между реальностью и текстом, которая определяет во многом развитие культуры всего 20 века, она таким образом реализовалась в реалистической литературе и в моем представлении связано как раз с ощущением экзистенциальным наверное, экзистенциальным мировозчищением нашего прошлого века, который прошел. И здесь в этом отношении уже возвращаясь к вашей реплике, и мне показалось, и я как вижу, о чем я говорил, рассказывал уже на других конференциях, когда беседовал, удивительно осмысление Добровских Шекспира именно с этой точки зрения, как его интересуют проблемы самоубийства, заявляет проблема самоубийства, явленная как в Гамлете, явленная представленная и в монологии Джульетты, и в ряде сонетов, которые сам Домбровский переводил, вот, как это проблема самоубийства, общая культурная проблема, культурологическая проблема 20-го века, через Шекспира воплощается в литературе 20-го века, в частности в Домбровской об этом можно было если говорить о существовании уже, наверное, не одной книги, а целого блока текста, шекспировского текста внутри этого российского, советского оборачивается, называется, человек, который все делают четыре раза, тяжело его называют советским, российского писателя 20-го века, как шекспировский текст, в целиком разных вариантах те или иные тексты существуют в этой литературе. Да, это большая тема, интересная, но она никак бы не вошлась в отъемное время сегодня. Спасибо за приемник. Спасибо. Еще вопросы, если есть? Да, если можно, но это немножко такая даже рептика. Я работаю повезло, я работала с библиотекой Домбровского живую. Да, я видела и книги, и была, но это уже была та библиотека, которая на улице Просторной в его квартире, то есть она не та, что на Срединке, но тем не менее, для Домбровского вот эта материальность книги, она была очень важна материальной библиотеки. У него вот эти маргиналии на самом деле, не просто маргиналии, а вот в тех книгах, которые, ну, я не могу сказать, что я книги брала и смотрела, но даже вот меня поразила работа с источником, там, поэтическим, например, я вот не буду сейчас углубляться, он книгу выписывает дополнительно и стихотворения автора или какие-то комментарии, то есть он создает из вот этой вот книги, как объекта, еще дополнительную книгу, которую он свою библиотеку вносит в эту книгу, это очень интересная работа вот с книгой, как с объектом и со знаком. Вот, и конечно, вот это было даже в лагере очень важно, у него книга, как материальный объект, например, там, мандельштамская история у него, там, не говоря там с какими-то вещами, которые как бы считаются мистификацией, а вот именно с текстом, в воспоминаниях Надежды Мандельштаму сохранилась это, поэтому вот эта знаковость, да, то есть, конечно, резомок по всем произведениям, но книга как знак, как материальный объект, и дополненная библиотека в самой книге, вот это тоже такой момент. Простите, что я так... Да, это то, о чем вы говорите, я, во-первых, вам завидую, что вам удалось прикоснуться к Томске, Сибирь, Дальний Восток, откуда я появился, в Москве, откуда из Томского университета, там с Дальнего Востока, не позволяет иногда прикасаться по-настоящему к тем реалиям, которые ты ощущаешь и чувствуешь уже в изданном совсем другом тексте. О чем вы говорите, это принцип, наверное, его уже когнитивного сознания, это уже способ осмысления реальности, о чем... И это там в очерке «Я бы мог», например, где он размышляет о Пушкине и он описывает принцип работы своей, вот он читает текст, а его текст может мало интересует, его интересует маргиналь, что за текстом стоит, то, что рядом с текстом ему больше интересно, и он уже после этого организует, пытается организовать какую-то художественную свою вселенную, насколько это до Кушкина так и смог дойти до конца не вышел, но все равно на уровне когнитивности, на уровне способов организации действительно работа с маргинальями она очень для него важна, действительно. Спасибо. Спасибо, Татьяна Викторовна, спасибо, Валерий Витальевич. Вообще, ваши доклады я хотел поставить рядом, но поскольку Валерий Витальевич попросил на первое перенести, то вот у нас так получилось фрагментарно. Я приглашаю вас на завершающий круглый стол и всех участников в третий день, если будет такая возможность. А сейчас я всех благодарю, и на этом мы завершаем утреннее заседание, а дневное начнется согласно программе в 14.20. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Если у меня не получится, у меня занятие скоро начнется. Очень жаль, конечно, но может быть я начало успею еще посмотреть. Спасибо большое. Очень интересно все. Тань, Катя, мы ведь можем не выходить, да? Все как бы... Да, 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 можно не выходить. Сейчас мы попробуем с записью. Угу. Не остановить, да, запись или... Субтитры сделал DimaTorzok